ну что погнали друзья сегодня пришло время поменять android смартфон лично мне вы знаете что я все это время пользуюсь двумя устройствами android смартфон на постоянной основе у меня google pixel 3 xl сейчас у меня в руках новые samsung galaxy s10 и здесь возник вопрос какой смартфон я лично возьму себе в пользование и какую-то информацию вам донесу может быть субъективную но возможно она будет полезна но и заодно расскажу о новинках у меня вообще с ребятами и samsung возник некий спор они мне говорят типа ну вот какой из этих трех смартфонов ты бы купил бы себе если бы выбирал и для их удивления я называл смартфон galaxy s10 и объясню почему я все эти годы пользуюсь огромными смартфонами лопатами прям огромнейшими устройствами это там и айфоны пиксели все что не попадалось очень большие устройства и мне наконец-то хочется найти себе какое-то идеальное компактное устройство вы знаете что компактные смартфоны android производители к сожалению отказываются выпускать но не в этот раз посмотрите на вот этого красавца 5 и 8 дюймов посмотрите насколько он органично вписывается в руку свободный вот одной рукой при этом но 5 8 дюймов это ведь немало соотношение сторон 19 9 но об это немножко позже давайте поговорим о новинках у нас три смартфона galaxy s10 и две камеры 5 8 дюймов у нас galaxy s где он господи 10 классически это 6 целых одна десятая дюйма здесь уже три камеры то есть основное отличие здесь вот кстати вот до камень преткновения вроде я хочу себе и компактный смартфон но здесь не будет 3 камера третья камера у этих новых смартфонов это как раз максимально широкий угол и блин вот это довольно полезная функция в съемках и видео и фото и даже в сэлфи тут идет разница понимаете что у обычного galaxy s10 у нас одинарная камера galaxy s10 и тоже 1 салфи камера здесь две камеры единственное что меня не то чтобы смутило то что меня наверно спасает здесь две сэлфи камеры я сам себе не очень любитель сэлфи я их делаю очень редко и с другой стороны они отличаются по углу обзора то есть стандартная камера на по-моему на 12 мегапикселей возможно на 10 могу ошибаться на идет с углом обзора 80 градусов а вторая которая делает угол немножко шире 90 градусов то есть разница в 10 градусов для меня допустим не критично и несущественно на что я обратил внимание в разницы этих устройств вот казалось бы это три одинаковые модели просто разные семейства до с точки зрения ценообразования но они все-таки очень отличаются по своему корпусу и тактильному ощущению galaxy s10 и это смартфон как бы классические скажем так кирпичик и у него здесь просто ровный экран ну там с 3d да вот это вот эффектом небольшого закругления а вот эти два смартфона galaxy s10 и с 10 плюс они максимально загнуты по краям как это было в предыдущем ноуте как это было в galaxy s 9 и этим они отличаются до грубо говоря то есть такое ощущение что это более дорогая версия с точки зрения огранки а это более доступно но цены то получаются следующие есть говорим про наш рынок про украинский рынок это стоит 25 тысяч гривен версия на 6 гигабайт galaxy s10 и 6 гигабайт оперативной памяти 25 тысяч гривен здесь вы увидите сумму в долларе что все понимали сколько стоит следующая версия galaxy s10 на 8 гигабайт оперативной памяти и будет еще версия по моему на 12 гигабайт но не скоро она будет у нас так вот 8 гигов оперативки у нас будет стоить 30 тысяч гривен а вот эта модель старшая модель тоже на 8 гигов оперативки будет стоить 33 тысячи гривен также будет старшая модель на 39 тысяч гривен в керамике на 512 гигов постоянной памяти и на тоже 12 гигов оперативки версию на 1 терабайт к нам еще не завозят но и в принципе можно понять почему ну господи это очень дорогой смартфон кстати за 39 тысяч гривен это будет керамических я уже сказал смартфон эксклюзивная версия не знаю как скоро она появится что нас больше всего интересует в этом смартфоне ну конечно камеры как они снимают сейчас я попытаюсь что-то сфотографировать на galaxy попытаюсь что-то сфоткать на пиксель и мы хотя бы предварительно с вами поймем есть какая-то разница во-первых ну дуал пиксель автофокус завезли это уже очень круто также у основной камеры светосила 1 и 9 и это может один день 1 и 5 1 и 5 человек 1 и 5 это вообще замечательный показатель для мобильного устройства здесь как раз у нас не очень хороший свет по нему как это все работает посмотрим если какие-то имитации ночного режима портреты как отрабатывает в общем сейчас все проверим и больше всего меня интересует что тут с видео съемкой с вот это понятно фото уже многие смартфоны хорошо фотографируют как снимает видео как записывают звук час мы это все запишем продемонстрируем вам у нас то предпродажные образцы потом где-то через дней 10 мне придется найти еще и коммерческие образцы может он тоже будет разница общем погнали смотреть на камеру так давайте сейчас так вот похожу записываю себя в движении посмотрим как работает автофокус и звук главное как работает звук у этого смартфона чтобы понимать что у нас тут изменилось закинем это все потом в монтажку посмотрим на еще на мониторе как это все выглядит а вы напишите в комментариях как вам нравится не нравится запись видео на galaxy сейчас я еще знаете что сделаю еще сделаю ультра широкий угол чтобы понимали вот как-то раз об а нормально как вот так срабатывает такой легенький тест записи камеры не что вам сказать мы поснимали некоторые фотки видео сейчас вы на видео посмотрите сами в сравнительные как бы съемки также нужно еще отдавать должное что это сэмпл не на финальной прошивке там скорее всего что-то поправится еще с точки зрения алгоритма но в любом случае как бы тенденция понятно как бы зачатки фотографий понятно они делались также практически как и на galaxy note 9 как на galaxy s 9 то есть такая же цветопередача такое же вообще баланс белого почти также срабатывает и к съемке в темноте есть некоторые вопросы но в любом случае вы сами все это посмотрите а полноценный тест камеры мы сделаем уже отдельно в нормальных условиях на нормальном финальном смартфоне там с видосами в 4k в slow motion фотографии днем ночи вечером единственное что отмечу очень круто срабатывает автофокус и вот вообще . фокусировки сумасшедшая то есть можно делать просто невероятные макро снимки значит скажу так лично мой выбор galaxy s10 и это не с точки зрения цены мне он безумно нравится форм-фактор это действительно кажется 2019 году будет лучше компактный смартфон как бы это странно не звучало мы называем в 2019 году смартфон с экраном 5 и 8 дюймов компактным это так посмотрите действительно очень маленький красивенький смартфон спокойно вообще в руке ощущается разница в том что здесь нет сканера отпечатка под экраном он находится в кнопке меня это лично не смущает но я понимаю прекрасно что большинство людей которые будут покупать себе новые galaxy они будут все-таки да немножко добраться его денег и покупать старшие версии смартфонов потому что раз ты готов уже заплатить за galaxy s10 и такую как бы круглую сумму там уже немножко осталось добить до максимальной версии здесь три камеры тебе и аккумулятор на 3000 на 4100 миллиампер часов у младшей версии 3100 у средней версии 3400 как это отразится на времени работы смартфона я понятия не имею экраны работают по стандарту в разрешении full hd плюс вручную можно перевести в квады g на вряд ли это кто-то будет делать какие даже сценарии использования этого нужны тоже не совсем понятно но вот galaxy s10 и отвечая на вопрос какой смартфон galaxy я беру себе это galaxy s10 и но я не могу рекомендовать именно эту версию смартфона потому что у всех разные потребности я готов даже терпеть отсутствие 3 камеры хотя скажут что зажрался вообще что значит терпеть отсутствие 3 камеры типа она по стандарту сейчас у всех что ли есть нет не у всех но довольно забавно очень прикольно сделали интерфейс интересно обыграли решение с камерой в экране моноброви нет по-настоящему безрамочное решение до подбородок немножечко толще чем остальные грани по конструктивным особенностям в этом нет ничего такого но все-таки смотрится очень свежо и круто стереодинамики есть три с половиной мини джек есть беспроводная зарядка есть ну вот прям вот этот этот размер меня очень сильно подкупает ребята это мой предварительный обзор galaxy s10 подписывайтесь на канал заходите на телеграм-канал я буду там еще выкладывать свои наблюдения про этот смартфон в общем остаемся на связи дальше у нас еще идет тест камер дальше мы едем еще на мвц прямо отсюда в общем все будет хорошо всем пока